Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии заместитель мэра Ангарского городского округа Марина Степанна Сасина. Добрый вечер, Марина Степанна! И говорить мы с вами будем о теме, которую выносит на свое очередное заседание Общественная палата городского округа. Речь идет о инвалидных организациях, которых в ангарском городском округе насчитывается 13. Но вот особое внимание, конечно, в этих инвалидных организациях сегодня принадлежит тем, которые занимаются или культивируют занятия спортом или физической культурой. Известно, что полномочия по развитию адаптивного спорта находятся у Министерства спорта Иркутской области. Администрация городского округа может тратить бюджетное средство только на развитие или поддержание физической культуры, чем занимаются инвалиды в своих организациях. Вот в этой связи возникает вопрос, как организована работа с инвалидами в этом направлении, что делает для этого администрация Ангарского городского округа? Спасибо, во-первых, за то, что этот вопрос и Общественная палата хочет заслушать. И, конечно, это один из больших разделов в работе в целом администрации, всех его структурных подразделений. Надо сказать, что полномочия по 131 закону, мы работаем в рамках полномочий Ангарского городского округа и финансовое обеспечение, как раз можем осуществлять только в рамках полномочий. И как раз по инвалидам адаптивная физическая культура, то есть это массовая физическая культура, реабилитация, это все касается полномочий территории Ангарского городского округа, под что и выделяются финансовые средства. А все, что касается уже адаптивного спорта, это уже полномочия региона, то есть Министерства по физической культуре и спорту. Надо сказать, что около 26 тысяч 370 инвалидов вообще на территории. У нас существует 13 инвалидных организаций, которые объединяют разные, так скажем, слои и людей с различными заболеваниями из сообщества инвалидов. Надо сказать, что всего 12,6% от всех инвалидов охвачены у нас общественными организациями. То есть остальная часть инвалидов находится у себя дома. И качество жизни этих инвалидов, оно тоже очень важно нам всем, и оно зависит в целом от нашей деятельности. Поэтому наша задача делать доступнее и среду для инвалидов. В то же самое время у нас есть инвалиды, которые не могут спуститься, допустим, с 4 и с 3 этажа, они там находятся постоянно. Мы сейчас уже рассматриваем вопрос, как на дому этим людям основы физической культуры все-таки включать их в это. Потому что если нет никакой реабилитации, то человек просто проживает, существует в этой жизни. Чего, конечно, общество не должно допускать. Ну, надо сказать, что у нас есть очень активисты большие в плане именно адаптивной физической культуры, развития. Это у нас инватор-спорт у всех на слуху и достаточно активно занимающийся с 2005 года. Это Варенков Александр Владимирович. Импульс основали организацию. Тоже достаточно много занимается именно с инвалидами-ребятишками. А у нас их около 850 детей-инвалидов. Это тоже с различными заболеваниями. Есть и с ДЦП, есть и с различными, ну, после черепно-мозговых, мозговыми недостаточностью психической деятельности. Поэтому тоже очень много внимания уделяет этим ребятишкам. У нас есть организация общества инвалидов. Это Всероссийское общество инвалидов. Помещение имеет в 30-м квартале. У нас там тоже есть спортзал небольшой. И инвалиды, приходящие туда, также имеют доступ к занятиям спорта. В прошлом году по решению мэра Сергея Анатольевича Петрова на Гагарина, когда передали здание в муниципальную собственность, медсанчасть 28, там организован именно спортивный зал для занятий адаптивной физической культурой. Сказать, что мы все достигли все совершенства, конечно, это неправильно сказать. Но то, что на территории достаточно много и времени, и средств уделяется и выделяется для того, чтобы все-таки возможность у наших людей с ограниченными возможностями была, это действительно так. Мы можем организовывать... У нас существует подпрограмма развития адаптивной физической культуры на территории. Много или мало средств там выделяется? Ну, это, наверное, возможности бюджета, скажем так, да? То есть у нас есть четыре ставки сегодня официально оплачиваются из бюджета для занятий с инвалидами. Это две ставки у нас и в 85-м квартале, там, где инструктора занимаются, и две ставки у нас в инватур-спорте, где у нас Елена Александровна Грацинская занимается с инвалидами. Сейчас мы рассматриваем вопрос увеличения ставок инструкторов и по адаптивному спорту в том числе, потому что вот Александр Владимирович у нас, Варенков, ну, так как мы сегодня все работаем тоже в законодательном, в юридическом поле, есть обучение и допуск осуществляется человека с образованием, вот, но допускается, если у человека получается, и он сам себя ставит на ноги, и близлежащих, скажем, инвалидов, нуждающихся в этой помощи, сейчас вот в министерство выходим с инициативой создать комиссию по оценке и признанию, что инструкторами может работать и человек, инструкторам, которые не имеют специализированного образования. То есть в этом направлении выстраиваем работу и работаем, ну, достаточно, и по времени, и по результатам, на мой счет, достаточно плодотворно. Массовые мероприятия, они все-таки должны еще быть за счет регионального бюджета. Поэтому мы сейчас министерством отрабатываем, чтобы часть спортивных мероприятий массовых с финансовым именно поддержкой области проходили на нашей территории для более массового охвата инвалидов. Понятно. Марина Степановна, а как происходит обучение детей инвалидов в специализированных заведениях? Ну, я хочу сказать, что, наверное, наша территория была одна из первых, где был создан класс для инвалидов с диагнозом ДЦП в шестой школе. И есть у нас дошкольное учреждение девятое, где ребята с этими же диагнозами получают дошкольное образование. Поэтому, наверное, родоначальниками является территория. А то, что сейчас уже в федеральной стандарте введено то, что все инвалиды, после того, как ребятишке оформлена инвалидность у них на МСЭК, дается программа реабилитации. И с этой программой реабилитации в дошкольные учреждения должны дети идти и в школы. То есть закон об образовании с введением федерального этого стандарта должно быть охвачено все ребята. Поэтому наша задача сегодня в муниципалитете, вот тот опыт, который шестая школа наработала по обучению этих детей, а у нас там уже шесть классов обучающихся ребятишек, около шестидесяти детей. То есть у нас была начальная школа, первый, четвертый класс. В прошлом году было пятый, восьмой. И в этом году вот уже десятый, одиннадцатый класс детей инвалидов, обучающихся в шестой школе. Поэтому опыт есть. Мы его сегодня должны применять в принципе во всех учреждениях. То есть при поступлении детей в первый класс в этом году мы уже учитывали занятия, чтобы доступная среда для этих ребятишек была создана в школах. И уже года три-четыре уже готовимся вот как раз к введению этих федеральных стандартов. И было получено финансирование и из федерального, из областного бюджета, около двенадцати миллионов, на оборудование, которое устанавливалось в школе именно для занятий с ребятишками с ограниченными возможностями. Понятно. Ну вот известно, что на территории работает проект «Сильное духом равные возможности». Какова задача этого проекта? Каковы цели его? Ну и вообще, если можно, что делает сегодня администрация города для развития физической культуры для людей с ограниченными возможностями? Сколько площадок на территории округа вообще для занятий инвалидов спортом? Ну, создан спортивный зал, я уже сказала, в 85-м квартале. Есть в седьмом микрорайоне, это как раз «Энватур спорт», это тоже спортивный зал. Есть небольшой зал в 30-м квартале, где инвалиды, инвалидная организация. И спасибо нашим, наверное, единомышленникам. Это ДСААФ, который выделил зал, помещение, где как раз импульс, вот Александр Владимирович Варенков занимается с ребятами. Надо сказать, что у нас бассейн очень активно тоже предоставляет время для занятий плаванием людей с ограниченными возможностями. Конечно, потребность значительно выше, конечно. Но сегодня говорить при наличии одного бассейна, что расширить сильно эти возможности, наверное, мы неправомочны, стараемся, конечно, чтобы все это уживалось по времени и с группами, и с спортивными, и с такими. Но сегодня рассматривали даже вопрос по школам. У нас в школах тоже сейчас будет единая программа создана по восстановлению бассейна в школах, потому что из девяти бассейнов сегодня функционирует только три. И, скорее всего, можно было бы расширить эти возможности, приблизить занятия инвалидов к месту жительства, чтобы не всегда доставлять в центральную часть города для посещения бассейна. Но сегодня это наши планы. Поэтому мы работаем в разных направлениях, обращались и к частному бассейну в районе Ермака. Но, тем не менее, вот этот частник именно нам не помогает предоставить время для вот этих социальных групп. Но то, что мы развиваться должны в этом направлении, это однозначно. У нас сегодня площадка есть, которую ДТЭКа сделал в парке «Жемчужина». Это уличная площадка, где вот такое развитие спорта, боча, он достаточно у людей с ограниченными возможностями, введен и в паралимпийский вид спорта. И территория достаточно сильна у нас в этом, поэтому развивать это направление мы, конечно, будем. И сейчас вот должны закупить с привлечением даже вне бюджетных средств, которых привлечено в этом году 1,7 миллиона рублей именно для оснащения спортивного зала в 85-м квартале и продолжать дооснащать. То есть те начальные навыки всех вот этих направлений спортивных мы, конечно, людям с ограниченной возможности должны предоставлять. Понятно. Марина Цепановна, вот еще о чем хочу спросить. Ведь в свое время мы, я имею в виду средства массовой информации, и наша телекомпания тоже с гордостью показывали сюжеты о начале работы единой социальной службы в городе Ангарске, единой практически в области. Ну вот хотелось бы спросить вас, как она работает сейчас, удовлетворены ли вы ее работой, и сколько она стоит сегодня для Ангарского городского округа? Ну, СТС – это, наверное, тоже достижение для территории. В те годы, когда она создавалась, конечно, это большое достижение для территории, и мы продолжаем финансировать. То есть служба СТС состоит из двух машин в Форде, которые идут с выдвижной панелью. То есть когда колясочник, мы его не пересаживаем в транспорте на сиденье и складываем коляску, а именно заезжает в эту машину. Эта служба очень помогает нам доставлять детей в школу, это первозначно. То есть в шестую школу ребятишки колясочники. То есть она востребована? Их две ездят, так скажем, по городу ежедневно. Единственное, что сейчас вот одна вышла из строя, то есть там проблема с двигателем, необходимы определенные вложения, пока работаем на одной машине. Конечно, вот я говорю, настолько помощь большая ребятишкам, когда они доставляются в школу вовремя и из школы. Но тем не менее у нас есть перечень мест, где инвалиды могут воспользоваться вот этой службой СТС, именно побывав и в лечебном учреждении, и даже в спортзал в 85-м квартале, допустим, если люди там занимаются в группах, а сейчас занимается там около 85 человек, людей с ограниченными возможностями, то мы тоже, эта машина предоставляется. Но для бюджета это стоит в этом году 3 миллиона 625 тысяч рублей. То есть, ну, во всяком случае, насколько можем, насколько позволяет бюджет, все-таки вот это облегчение для людей с ограниченными возможностями. Сейчас прорабатываем вопрос еще на альтернативной основе, со службами всеми такси, потому что это, в общем-то, ну, социальное должно быть, наше общество должно быть направлено на помощь людям с ограниченными возможностями, но иногда можно человека пересадить на сиденье, на то же первое, и коляску сложить. То есть, такие тоже варианты возможны, чтобы люди могли пользоваться и этим вариантом. Понятно. Ну, и еще хочу спросить, какие дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в рамках социальной программы, вернее, муниципальной программы «Социальная поддержка населения»? Ну, социальная поддержка населения, скажем, если брать категорию общественных организаций инвалидных, и все затраты, которые идут и на доступную среду, и на развитие адаптивной физической культуры, это в пределах 35 миллионов рублей за 2016 год. Значит, у нас все помещения, которые выделялись общественным организациям, я их уже перечисляла, до прошлого года они были все на балансе у этой организации, они выигрывали, так сказать, себе социальную поддержку из местного бюджета, средств местного бюджета, и оплачивали коммунальные услуги, содержание, услуги связи, интернета и так далее. В этом году все помещения были переданы организации, ну, вот, Центр общественных инициатив, три помещения были переданы, и спорту, то есть МАО «Ангара» были переданы эти помещения. Поэтому мы освободили все наши общественные организации от содержания этих помещений. Это содержание расходуется нашими учреждениями и у них в бюджете. Ну, вот, за 2016 год уже оплачено около 600 тысяч рублей, ну, там, без 580 с чем-то тысяч. Вот, поэтому здесь они работают свободно, выполняют свою уставную деятельность. Определенное количество средств, это миллион рублей, в этом году было разыграно на вот эти социальные проекты этих организаций. Это небольшая та помощь, которая, ну, должна организация, если они развивают рукоделие, значит, там, на какие-то материалы может потратить и так далее. То есть поддержка есть. Ставку мы делаем еще очень большую на гранты. То есть сегодня и федеральный бюджет, и региональный бюджет четко установка, средства не просто перечислением давать, а именно, чтобы проект защищался, то есть проект, исполнение его контролируется, и под этот проект выделяется грантовая поддержка в виде финансов. И надо сказать, что в этом году уже в любом случае мы имеем первые успехи некоторых организаций, которые активно были вовлечены в этот процесс, и тем самым они привлекают дополнительные средства для своей организации. Хочется сказать, что социальную поддержку наши семьи, имеющие детей инвалидов, достаточно получают. Это и подвоз детей, ну, у нас специализированное учреждение для детей инвалидов по зрению имеется только в Иркутске. То есть вот как раз доставка туда ребятишек и обратно домой осуществляется за счет местного бюджета, то есть в виде тоже социальной поддержки. Ну, во всяком случае, достаточные средства сегодня идут на оснащение доступной среды и в школах. Ну, я уже сказала, что около 11 миллионов это получено из федерального областного бюджета, а так средства, конечно, выделяются из местного бюджета. Сейчас у нас ремонт, капитальный ремонт идет 36-го дошкольного учреждения, где мы хотим именно для слабовидящих детей оснастить. И у нас еще вот слабослышащие. То есть, естественно, дети должны иметь специализированные дошкольные учреждения и затем идти в школы, чтобы не было никакой ущербности по посещению и освоению образовательных программ. Поэтому хотелось бы, конечно, еще нам поработать. И сейчас задачу ставим через наш фонд «Ангарск», где будет открыт и уже открыт счет для привлечения средств, помощи и развития вот этих направлений для людей с ограниченными возможностями. И адаптивная физическая культура – это в том числе. То есть, все предприниматели, люди бизнеса могут помогать с целевым предназначением платежа. То есть, это уйдет по назначению, и тем самым люди будут пополнять свои бюджеты и развивать эти направления. Часто бизнес участвует в такой помощи? Да, мы очень благодарны бизнесу, потому что… Ну, вот я уже произнесла сумму 1,7 миллиона в этом году вне бюджетных средств именно привлечено таким образом. Поэтому общество, в общем-то, и становится еще активнее, потому что, в принципе, это помощь всех должна быть, чтобы качество жизни этих людей было на хорошем уровне. Понятно. Марина Смановна, ну и в заключении хочу попросить вас рассказать о планах администрации на будущее по взаимодействию с инвалидными организациями. Ну, у нас создан при администрации совет по работе с инвалидными организациями, где, в общем-то, представительство есть всех общественных организаций, работы с инвалидами, их 13, и есть председатель. Поэтому повестку дня, как правило, планируем в этом совете тех злободневных вопросов, которые необходимо нам решать. Ну, я говорю, что очень активно это вот адаптивная физическая культура развития, и активно на этом совете принимаем решения. Ну, в этом направлении планы у нас, конечно, плотнее работать с областью. И вот проходил круглый стол, организованный Народным фронтом, и там четко было сказано, что совместная деятельность региона и местных администраций должны привести к более лучшему и качественному вот как раз охвату в этом направлении инвалидов занятия спортом. Ну, у нас не только люди занимаются спортом, инвалиды находят свои интересы и в рукоделии, и в шитье, и в вязаниях, и различные народные творчества. Поэтому мы должны развивать самые разные направления. У нас очень много инвалидов пользуется библиотеками. То есть для библиотек мы создаем доступную среду, то есть это там пандусы, чтобы они могли вот этот шрифт слабовидящие, могли иметь там возможности. Но у нас очень развивается библиотечное дело именно на дом. То есть чтобы вот исключить людям вот эти трудности, когда с этажей у нас, к сожалению, съезжать невозможно, у нас нет этой возможности, то люди пользуются уже, и наши работники осуществляют эти услуги на дому. Ну, и я также сказала, что охват вот общими вопросами реабилитации инвалидов, именно вот физической, это, конечно, еще большой процент на дому. Поэтому вот мы должны с медиками все вместе думать, как этот нам вопрос тоже решать. – Ну что, спасибо большое за участие в этом интервью. И я от имени телекомпании, а также и общественной палаты, которая будет слушать этот вопрос буквально через два дня, желаю вам успехов в этой работе. Спасибо. – Спасибо большое. Ну а всем хочу пожелать, конечно, терпения, особенно людям с ограниченными возможностями, потому что мир меняется и меняемся все мы. Мы должны создавать, конечно, условия, все муниципалитеты для более высокого качества жизни этих людей. Спасибо всем. – Спасибо. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok